Не терпится, не терпится. Пришли на урок? Вы новая ученица? Господин учитель уже ждет вас. Входите, входите. Месье, к вам ученица? Пожалуйте. Здравствуйте. Я к вам. Я специально пришла пораньше, боялась опоздать. Благодарю вас, но вас не стоило торопиться. Я спросила, вас тут все знают. Я живу в этом городе уже тридцать лет. Тридцать лет. А вы? Вы приехали сюда недавно? О, да. Вполне. То есть, да, недавно. Мне так нравится здесь, такой красивый город с парками, с садами, дворами. Замечательно. Отличная сегодня пам'зода. Не правда ли, мадемуазель? Приличная. Больничная. Больничная. Знаете, последнее было бы несколько странно. Ведь на дворе как никак лета. Именно, мадемуазель. Именно это я и собирался сказать. Но со временем вы узнаете, что ничего невозможного нет. В этой жизни вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Но подождите, зима – это одно из четырех трех годов. Есть еще весна, потом лето и потом... Ну, мадемуазель начинается как осень. Восемь. Браво, мадемуазель. Я вижу, вы способная ученица. Спасибо. Значит, вы собираетесь сдавать экзамен? Да, я собираюсь сдать экзамен на доктора наук. А диплом бакалавра у вас, позвольте спросить? Есть. Да, я бакалавра естественных и гуманитарных наук. В вашем возрасте это очень-очень дурно. В какой же области собираетесь экзаменоваться в прикладной технике для отвлеченной философии? Мои родители, если вы позволите, хотят подготовить меня за самый краткий срок на полного доктора всех. На полного? Да. На полного? Я вас еще ваше смелости, мадемуазель. Что ж, мы постараемся сделать все возможное. Однако у вас уже имеется изрядный багаж знаний, при том, что вы так молодые. Спасибо. Вы собираетесь сдавать экзамен? Да. Ну что ж, экзамен так экзамен. Не угодно ли вам, мазель, уделить некоторое время арифметики? Вы кончили, Марин? Да! Я искала тарелку. Сейчас ухожу. Поскорее, Марин, поскорее. Идите на кухню. Конечно. Своим кастрюлям. Конечно, месье. Только сохраняйте спокойствие. Будьте... Спокойны. Это просто смешно, Марин. Смешно, Марин. Не беспокойтесь. Я знаю, что делаю. Слава богу, не маленький. Вот в этом ты и делал. Не следовало начинать урок с арифметики. Арифметика слишком утомляет. И вот так уж, да? Я уже не в том возрасте, чтобы услышать ваши наставления. Ладно, ладно, месье. Только не говорите, что я вас и не предупреждаю. Лам. Я не нуждаюсь вашим советом. Сколько будет? К одному прибавить один. Ой. К одному прибавить один. К одному прибавить один. Господи, я не знаю. К одному прибавить один. Будет два. Дев 그리고, мадемуазей. Я вижу, вы весьма основательно подготовлены. И без труда дадите докторский экзамен. Сколько будет два плюс один? Два плюс один. Три. Три плюс один. Четыре. Четыре плюс один. Четыре плюс один. Пять. Пять плюс один. Шесть. Шесть плюс один. Семь. Семь плюс один. Восемь. Восемь плюс один. Один четыре. 8 плюс 1, вон вазель! 8 плюс 1, вон вазель! 8 трехзерка! А иногда, вон иногда, дели! Великолепно! Что ж, поздравляю вас, мюдвазель Бишу! В сложении, вам нет равных! Что ж, посмотрим, как дела обстоят с вычитанием. 4, ай, князь 3! 4, ай, 3... Вычтите три из четырех. Четыре. Неверно, мадмуазель. Какой ответ получится, если прибавить? Прибавить не отнять. Мы занимаемся уже не сложением, а вычитанием. Тогда три. Опять неверно. Пять. Думайте, мадмуазель. Думайте, а не гадайте. Думайте. Я не знаю. Вы умеете считать, мадмуазель? Ну, конечно. До бесконечности. Это невозможно. Ну, тогда вышли. Что ж, этого вполне достаточно. Принимайте за счет. Один, два, три, четыре. Стоп. Представьте, что у вас три спички. И еще одна. Всего четыре. Представим. Теперь отнимаем одну спичку. Сколько остается? Пять. Неверно, мадмуазель. Неверно. Все у вас тянет к сложению. Но надо же не только складывать, но и вычитать. Нужно не только созидать, но и разрушать. В этом и есть жизнь, наука, прогресс, цивилизация. Вернемся к спичкам. Да. У вас четыре спички. Одну я отнимаю. Сколько остается? Пять. Опять. Неверно, мадмуазель. Видимо, пример недостаточно наглядный. Допустим, возьмем другой пример. Допустим, у вас было два носа. Представили? Представила. Сколько у вас осталось? Нисколько. Как нисколько? У меня один нос сейчас. Вы пока его не оторвали. Опять вы не понимаете. Опять вы не понимаете. Хорошо, представьте, что у вас только одно ухо. Представили? Представила. Я добавляю вам еще одно. Представила. Сколько теперь? Два. Еще одно добавляю. Сколько теперь? Три. Одно отнимаю. Сколько остается? Два. Одно. Но если у вас было два, я одно оторвал. Оторвал и съел. У меня два. Сколько у вас осталось ушей? Два. Одно. 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 Одно, мадмуазель. Как вы не понимаете. Вы не сможете стать порядочным человеком. Вообще никем, мадмуазель. Если не сможете посчитать, то я не знаю. 9.864.345.483 умножить на 864.345.487. Это будет? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Нет, кажется не так. Нет, нет, должно получиться 786, я на 30 квадриллиона 1588! 89! Да, ответ действительно на 30 квадриллиона 1889! Но как она смогла? Посчитайте, говори! Как она смогла? Это посчитайте, если ей недоступны простейшие архитические действия! Как?! Мадемуазель, как?! Всё очень просто! Поскольку я не могу полагаться на своё альфметическое мышление, я просто взяла и выучила все возможные результаты всех возможных умножений! Потрясающе! Однако, позвольте довести вам, мадемуазель, что я ни в коей мере не удовлетворял! Ответ вы должны были получить методом математической индукции, дедукции и простейших альфметических действий! Математика — это отрядный враг в ту бревошку! Так что я не удовлетворён! Ай-клёть! Перейдём к другим дисциплинам! Итак, мадемуазель, жаль, что вы так мало сведущего в альфметике шлось, вряд ли вы сможете так... Мари, что вы здесь делаете?! Вряд ли вы сможете их сдать издание на полного доктора, подробнее, хотя бы на полного! Для этого я вам преподам курс филологии испанских и испанских языков! Нет-нет, месье, только не филология! Филология — это прямая дорога к беде! К беде?! Вы знаете, это уже слишком! Ладно-ладно, только не говорите потом, что я вас не предупреждала! Я совершенно летний, Мари! Да, месье! Ну, как хотите... Испанский является начальником всех новоиспанских языков, в которые входят итальянский, гешпанский, латинский, испанский, голландский, истинный, Манмуазель, не забывая о турецком, потому что турецкий ближе к греческому и... Я вижу, вы заинтересовались к нему! Что ж чудесно! Мы вернемся к этому позже, а может и не вернемся! Так вот, от грецки до турции ближе, чем от меня до вас! Манмуазель, помните, помните, что язык состоит из слов, слова состоят из марфема, марфема состоит из форема, парфема состоит из звуков! Помните, Манмуазель! Помните также, что слова бывают и те, которые преобразуют окончание других слов. Так, например, столб-столбы, гроб-гробы, клоп-клопы, если бы... У меня болит зуб! Какая глупость! Не перерывать из-за этого урок! Как вы скажете по-испански розовые бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем? У меня зубки болят! Розы... Розы мои бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем! Розы... Розы мои бабушки, манмуазель, повторяйте! Желтее, чем мой дедушка... Который был китайцем! Зубки болят! Слушайте, манмуазель, сейчас я скажу вам этот фрак... Розы мои бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем! По-испански, это будут розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем! У меня болит... Логи разницу! Слупка... Слушайте, манмуазель... Слушайте, я кажется, я теряю терпение! Что я вам сейчас голову проломлю? Куда вы взялись на мою голову? Болтовые такие! Слушайте! Как же так получается, мадмуазель, что некоторые люди могут разговаривать друг с другом и думать, что они говорят на одном языке, и они говорят на разном. Вот так испанец может говорить, у меня с недавних пор трос идёт испор. А это видите, он отвечает, вот я жил-жил, и вдруг кто-то жил! Как же так получается, мадмуазель, что эти люди понимают не вдруг, хотя говорят на разных языках, а думают, говорят, что на одном. Здесь нет никаких правил, мадмуазель! Нет! Всё решает интуиция, мадмуазель! Всё решает интуиция! Никаких правил! Как же так получается? Как же, как же, мадмуазель? Инстинкт! 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 Именно здесь он и срабатывает! Нет! А чтобы принести инстинкт, нужно брать тебя! Всё болит! Сейчас займёмся! Мари! Мари! Мари идите сюда! Мари! Клубочки мои! Мари, уйдёте или нет? Всё болит! Мари! Всё болит! Господи учитель, всё может пройти слишком далеко! Я сумею вовремя остановиться, Мари! Вы всегда так говорите! Мари! 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 По чёту сердцу моих! Решающих! Окончательно, какую счёт вы несёте! Мари! Я вас послал, вы мне принести наши испанские испаны! На меня не родите! Не родите! Да если вы в чётко обойдусь один! А обойдусь не один! Вот он! Вот он, нос! Повторяйте, повторяйте, смотрите на него В белой панку, в испанку, итальянку... В белой панку повторяйте, уроды! Ночь, ночь, повторяйте... Кромче, нога... Ночь, ночь, руки, убийца... Сразу полегчало. Ну что ж я убью, убью, на помощь, Мари, 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 Мари. Ну и как? Урок прошел на пользу вашей новой ученице. Ну как больше? Она не уходит, она не хочет. Да неужели? Не я, Мари. А кто? Стоп, может быть я? Сара, может быть. Или может быть кошка? Сара, может быть. Это уже сороковая сегодня. Пожалели вы себя в вашем-то возрасте? Я не виноват. Я не виноват. Боже, ведь я вас предупреждал. Арифметика ведет к филологии. Филология ведет к преступлению. Твои опыты. Это одно и то же. Ну вы хоть раскаиваетесь? Конечно. Ладно. Пожалею вас. Вы все-таки хороший. Хотя, так и сердце недолго испортите. Похороните ее вместе с тридцатью девятью остальными. Арифметика. Что же скажут люди? Скажем, что там ничего нет. Впрочем, спрашивать-то не будут. Люди уже привыкли. Готовая преданная душа. Не терпится, Ириф. Не терпится. Пришли на урок. Господин учитель уже ждет вас. Вы новая ученица. Входите, модемодель. Входите.